Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну интересную и полезную команду в Ubuntu, которая называется Rename. Rename команда служит для массового переименования файлов. Также есть возможность заменить определенные части в названии файла или же символов, используя Perl выражение. Ну а сейчас вы видите просто полезную команду в терминале Cal, который... Календарь. У календаря есть много полезных опций, вы их можете посмотреть. Более того, с помощью календаря можно вывести, к примеру, 6 месяц 2019 года, либо же 6 месяц 100 года. Ну, что было в 100 году, в 6 месяце. 1 июня было в понедельник. Ну и много всего можно вывести, это так, для информации, да. Итак, а теперь мы приступим к команде Rename. Ну, давайте я для примера создам несколько файликов. К примеру, это будет ff.h, f1h, f2h, f3h. И сейчас у нас имеется три файла. Так вот, смотрите, к примеру, для того, чтобы массово переименовать расширение, ну, может быть такое, да, нам нужно написать следующее. Rename. Дальше в кавычках пишем s, то есть используем регулярку и пишем точечку h, изменить на точечку hpp. Вот, и это все применить для файлов, для всех файлов вот таких вот. То есть для всех файлов, которые звездочка, непонятно, ну, все равно какое имя и заканчивается на h. Нажимаем Enter. Смотрим LS и мы видим, что массовое переименение расширения произошло. Так. Дальше я все вернул обратно. Теперь, смотрите, чтобы сделать то же самое, но посмотреть, каков будет результат, нужно перед всем этим добром поставить опцию N. Опция N покажет, что будет изменено, да, то есть, но изменения еще не произошли. То есть это для того, чтобы убедиться, что вы регулярку какую-то свою написали правильно и ничего не сломаете. А вот, после того, как вы убедились, вы опцию N убираете и происходит массовое переименование. Массовое переименование полезно во многих случаях. Это могут быть и переименования фотографии, то есть фотоаппарата. Можно заменить, к примеру, какое-то слово на какое-то. К примеру, вы сегодня находитесь, 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 сегодня вы поехали и фотографируете что-то в Берлине. Но фотоаппарат не знает, что вы находитесь в Берлине. Он, к примеру, может создавать фотографии там по дате и добавлять какое-то специфическое название, там, D-Sim или еще что-то. Ну, сейчас я их создам и посмотрим. Так, вот я создал, проэмулировал, как будто бы у нас есть куча фотографий за сегодня. Вечером мы пришли и мы хотим, мы хотим просто изменить вот это слово D-Sim, к примеру, на имя города. Для этого можно воспользоваться следующим. Следующая команда, опять-таки, наша. Ренеем, кавычки, пишем, 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 S. И что мы хотим менять? Мы хотим менять D-Sim на слово, пусть это Берлин будет. Вот так вот. И это все добро применить для звездочка точка JPG. Вот так вот. Теперь посмотрим L-S. И, как мы видим, наш D-Sim изменился на Берлин. Также, также можно еще воспользоваться, к примеру, утилиткой или программкой Find. Find найдет все файлы, где вы скажете Find Type. Дальше F-Name будет у нас. Так, сейчас. Ну, по Find у меня еще ничего не было, но я думаю, появится ЧПЕК. Это все мы перенаправляем. Вот. Чем терминал Linux и Unix хорош тем, что мы можем выполнить что-то. Результат этот с помощью вот E-Togo перенаправить к другой команде. Дальше результат этой, к примеру, если она выводит что-то, перенаправить еще куда-то и так далее, и так далее. Так вот, теперь давайте изменим слово Berlin на, опять-таки, D-Sim. Вот так вот. D-Sim. То есть, команда Find ищет все файлы в текущей директории, мы указали текущую, с расширением ЧПЕК. И перенаправляет все найденные файлы вот этой утилитки. Нажимаем Enter, нажимаем LS, и мы видим, наш Берлин опять был переименован на D-Sim. Дальше, для того, чтобы, для того, чтобы изменить все большие буковки, все большие буковки на все маленькие, для этого нужно сделать вот так вот. Пишем тут уже не S, а Y. Дальше, 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 дальше. Говорим все большие буковки. Ну, в данном случае это английский алфавит. Меняем на все маленькие буковки. И нажимаем Enter. LS. И что мы видим? Все у нас стало маленькими буковками. Вот. Ну, чтобы сделать обратно, надо вот здесь, A-Z маленькая, вот здесь A-Z. Ну, короче, это регулярки. То есть, освоив какие-то регулярки, вы сможете создавать интересные шаблоны для массового переименования. Дальше, чтобы что-то удалить, удалить какие-то имена и часть имени. Давайте удалим, к примеру, к примеру, к примеру, D-Sim подчеркивание. D-Sim подчеркивание заменим на что? На ничто. Правильно. То есть, мы ищем что-то, мы ищем D-Sim и меняем вот две наклонные черты, между которыми ничего нет. И, соответственно, это означает, что будут удалены вот эти все, вот эти все, вот эти все, короче, подчеркивания. Да, D-Sim подчеркивания. И это применяется для всех файлов JPEG. Давайте нажмем Enter и нажмем LS. Что мы видим? Все наши D-Sim удалились. Ну, и давайте под конец, под конец удалим расширение JPEG. Для этого надо сделать вот так вот. Вот, я пишу JPEG, что это расширение. Ну, и в принципе, все. Вот так вот. Нажимаем Enter, нажимаем LS. И что мы видим? Вообще нету никакого расширения. То есть, мораль здесь такова. Сделав небольшие себе шаблоны, вы можете, ну и сохранив их, вы можете иметь в своем запасе очень-очень полезные наборы для массового переименования. Если вы сталкиваетесь в своей работе. То есть, где-то гуглануть, как написать такую-то регулярку, если вы не знаете. То есть, можно посидеть полдня, а может быть день, пускай. А вот. Подготовить себе шаблончики. И с помощью команды Rename можно делать чудеса. А можно еще написать скрипт, который будет принимать какие-то входные параметры. Вот. И в зависимости от параметров делать нужные вещи. Поэтому, поэтому на сегодня все. То есть, команда Rename для массового переименования файлов очень-очень полезная. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok